Здравствуйте, дорогие друзья, совместного Елена и наши благополучно психологические рассуждения. Сегодня будем говорить о 10 законах богатства, которые, собственно говоря, должны быть усвоены каждым человеком. Каждый хочет иметь деньги, но не каждый знает, что для этого существуют определенные шаги по развитию самого себя прежде всего. И как раз психологическая тема, когда мы обращаемся к самим себе в поисках ответов на собственные вопросы, нас, я думаю, весьма влечет. Насколько нам свойственны эти 10 законов богатства и насколько мы готовы это богатство принять или, во всяком случае, попытаться к нему приблизиться. Но прежде чем перейду к теме нашей беседы, как всегда, благодарность всем, кто поддерживает канал, кто в военное время не дает мне возможности почувствовать себя совершенно тяжело. Вам величайшая благодарность за эту поддержку и слов нету, чтобы выразить мою признательность вам, дорогие мои друзья. От меня вам 2000 видео. Честно говоря, да, многовато. И разобраться, где, что, куда и откуда вы иногда пишите, дайте ссылку. Я сама на собственном канале иногда теряюсь и не знаю не то, что ссылку, а где это искать. Но, для того, чтобы облегчить ситуацию, я раскладываю видео в плейлисты. Совместимость с любви, более 300 видео, милости прошу. Корма имени, сад, огород, кулинария, отдельные плейлисты, пожалуйста. Занимательная астрология, уроки астрологии для начинающих. Заходите, смотрите, получайте удовольствие, делайте выводы, смотрите, если у вас нужно скрасить досок. Я с удовольствием выполню эту задачу. Буду развлекать вас месяцами и темы все время найдутся. Ну, а теперь непосредственно к 10 законам богатства. Мы богаты настолько, дорогие мои друзья, насколько мы себе это позволяем. И я вам точно могу сказать, что если вы не уверены в себе, если вы, это не мое, у меня этого не будет, со мной этого не случится, меня деньги не любят, у меня никогда это не получается. Если у вас будет такой настрой, то сразу могу сказать, что на первом же пункте законов богатства ваше богатство и закончится. Если вы не позволяете себе быть богатым, если вы не уверены, что это для вас, если вы психологически ставите заслон, то, соответственно, отсюда и вывод, что вы имеете ровно столько, насколько позволяете себе это иметь. Наше благосостояние – это точная копия наших устремлений, поэтому вы имеете ровно столько, насколько себя оцените. И здесь другого вывода сделать невозможно. Поэтому, если вам нужны средства, если вам нужны деньги, если вы готовы для этого трудиться, работать, двигаться вперед, вы должны поверить в то, что и вам это все по плечу, и, соответственно, ничего невозможного для вас нет. И помните, что богатого от бедного отличает не количество денег, которые получает тот и другой, а внутренние установки. Потому что положено так и принято. Я получу пять тысяч, и ты получаешь пять тысяч. Я получу пять миллионов, и ты получаешь пять миллионов. Не просто так, а потому что ты активно трудишься и прочее. И это закономерность первого закона богатства. Подсознательное утверждение – это первый закон богатства, который мы изучаем. И если ты чего-то очень хочешь и готов для этого трудиться, для тебя ничего невозможного нет. Это надо усвоить. И не пройдя эту подготовку первого этапа денежных законов, двигаться вперед не представляется возможным. Без внутренней установки, что вы не боитесь быть богатым, что вы хотите развиваться, что вы готовы для этого работать, и что для вас ничего невозможного нет, двигаться к богатству не представляется возможным. Надеюсь, вы меня поняли. И визуализация этой установки для вас – это первая задача, которую вы должны освоить в законах богатства. Итак, вы решили, что вы будете богатым. С этим мы разобрались. Дальше начинается закон всепоглощающего желания. Вы начинаете медитировать и заставлять свой организм во имя цели двигаться вперед семимильными шагами. Конечно, у вас есть принципы, которые не должны пострадать, и алчное движение к деньгам тоже никто не предусматривает. Вопрос в том, что если вам нужны эти деньги, вы, соответственно, мобилизуетесь, вы возьмете подработку, вы будете активно трудиться, но процесс совершенно ясен. Вы не поставите на пути себе никаких заслонов, вы их все сметете, мужественно заставите себя потрудиться и получите деньги, которые маячат на горизонте. Безусловно. Вы не готовы поступиться принципами важными для себя, вы не загоняете в ущерб личные дела и прочее. У вас существует личная жизнь, вы не только занимаетесь деньгами, но желание во что бы то ни стало подработать, получить свои бонусы, двигаться вперед, заработать эти деньги, выложиться, потрудиться. Это, конечно, вот то всепоглощающее желание выполнить задачу, и без него это является вторым законом богатства. Если тебе что-то нужно, понимай все дела. Вот суть этого пункта, и, соответственно, этим вы будете заниматься. Если вам это действительно нужно, если вы решили, что вам необходимо зарабатывать больше, чем вы зарабатываете сейчас, найдя подработки или иные способы заработка, вы выкладываетесь по полной программе. Но не забывайте, что есть вещи, которые забывать нельзя. Рядом с вами не должно быть пустоты по отношению к близким и прочим. Так что не забудьте, когда будете работать в четыре руки, что есть вещи, которые должны параллельно быть совершены. Любовь, нежность, заботу и прочее никто не отменял, и это надо не забыть, чтобы не зациклиться полностью на финансовых проблемах. Итак, вы на этом этапе начинаете любить деньги, но все-таки не той страстной любовью, от которой и деньги в ужас придут. Все-таки помните, что существуют приоритеты. Сначала ваши личностные отношения вы по-прежнему цените и любите близких, потом здоровье, а потом уже нежная и уверенная любовь к средствам, которые вы поставили во главу угла. Я хочу быть богатым, я начинаю быть богатым. Это второй закон, собственно говоря, богатства. Третий закон, это закон ясности намерений. На этом этапе вы должны понимать, сколько денег вы желаете. Вы должны провести какое-то время с калькулятором и рассчитать. Это у меня подушка безопасности, это мне на поездку, это мне на одежду нужно столько, это на то, это на все, это на продукты, это на коммунальные платежи. И в результате посчитать, какая сумма у вас выходит. Если появляется желание, хочу новый автомобиль, хочу следующее, надо разобраться, если в этом необходимости, вы должны с аргументами, поговорив с самим собой, убедиться. Вам еще подходит этот автомобиль, и можно особо не пыжиться. И мечты ваши должны быть абсолютно реальными, взятыми из реальной жизни. Это очень важно, а не просто мечты о деньгах, что вот я хочу миллиард, и вот пусть он получится. Надо все-таки быть ответственным человеком. Мы говорим здесь о законах богатства, а не о иллюзиях и фантазиях. Поэтому свои финансовые вопросы берем из событий, из собственной жизни. А если нам захотелось поменять ту же самую машину на более дорогую, то мы аргументированно себе доказываем, что это истинно и важно и необходимо. И так разбираемся с финансовым вопросом. Есть траты необходимые, а есть траты желаемые. Желаемые должны тоже быть просмотрены. И если вы чувствуете, что вам это еще пока не грозит по разным обстоятельствам, ставите как мечту, но имеющуюся в виду. Но по-прежнему отталкивайтесь от реально существующих позиций и ваших возможностей на нынешний этап. На этом этапе вы разделяете истинные цели, например, те, которые жизненно для вас необходимы и без которых нельзя существовать, и мнимые, вот эти фантазийные. А мне вот хотелось бы пересесть на джип со своих жигулей, например, потому что я достойна джипа, а денег у меня на него нету, но я все равно очень хочу. Надо понимать, это как раз мнимая цель, о которой идет речь. Или я хочу купить себе квартиру и еще ничего не имею. Если хотите, напишите, сколько вам средств нужно для того, чтобы иметь квартиру, поставьте ее, надо так сказать, в плейлист своих мечтаний и настраивайтесь. Если вам это жизненно важно и необходимо, поверьте мне, вы невероятным образом начнете на эту квартиру собирать, то бишь копить, если это жизненно важно, нужно. Если это просто фантазия, она так фантазией останется. И так мы разбираемся между реальными и мнимыми задачами финансовыми, которые перед нами стоят. Итак, вы определили свои цели, вы знаете, сколько вам нужно на поточные ваши финансовые дела, определили свои желания, мечты и неотъемлемые моменты, которые, собственно говоря, у вас возникают, нужно выплаты туда-сюда и так далее. С этим разобрались. Итак, цель взята. Теперь надо составить стратегический план, каким образом вы будете достигать тех целей, которые перед собой поставили. И тут начинается в нашем законе продуманного плана целая трансформация вас как личности. Возможно, вы понимаете, что для достижения тех целей, которые перед собой поставили, вам нужно поменять работу, обрести новую профессию. У вас не хватает этого навыка, у вас не хватает всего навыка. Вы честно себе расписываете эту задачу и ставите перед собой план по движению вперед. Допустим, для текущих проплат вам не хватает только подработки, и вы ее, конечно, в своем стратегическом плане прописываете. Я ищу подработку, начинаю зарабатывать дополнительно, ищу приработки и прочее. Но есть более глобальные вещи. Например, тот же самый автомобиль, который вы желаете, квартира. Вероятно, для этих месяцев не хватает уже тех позиций, у которых вы находитесь нынче. Вам для того, чтобы перейти, например, на новую, более оплачиваемую работу, каких-то не хватает навыка. Вы пишите, да, мне вот этого не хватает, без этого дело не пойдет. У кого-то это изучение языков, у кого-то это компьютерные программы, у кого-то еще там что-либо. И вы честно записываете в своем ежедневнике основные задачи свои, и что вам для этого хватает или не хватает. И определяете ваши будущие шаги. Вы, находясь еще на прежнем месте работы, если вы понимаете, что она безнадежная и никогда не будет вас обеспечивать, вы еще сидя на этой работе, начинайте рассылать резюме в более перспективные организации, ищите себе новое место работы, то есть начинайте двигаться. Деньги сами не приплывут и к вам не прилипнут. То, о чем мы сейчас говорим, закон продуманного плана, это закон богатства. Если ты имеешь цель, ты должен просчитать шаги до этой цели и понять, что тебе нужно сделать с самим собой, как себя трансформировать, чтобы то, что ты мечтаешь, стало реальностью. Никто не сказал, что с момента, как только вы выложили на бумаге все свои мечты, они должны тут же реализовываться. Без вас они останутся мечтами и иллюзиями. И пока вы разрабатываете свой стратегический план, помните, пожалуйста, вы думаете не только о деньгах. Работа должна приносить не только финансы, но и удовольствие в том числе. А те знания, которые, возможно, вам следует приобрести, их за спиной не носить, они, эти навыки, помогут вам поднять ваш авторитет и поддержать вас морально. Это тоже достаточно интересный процесс. Так что мы разобрались с законом продуманного плана и, надеюсь, разночтений у нас здесь никаких нет. Это стратегия, как мы будем достигать своих целей. Следующий закон, который мы уже, конечно, упомянули, это закон специальных знаний. Если вы хотите быть богатым человеком, поинтересуйтесь, пожалуйста, как живут богатые. Если ты ничего не понимаешь в финансовой системе, если ты не знаешь, как платятся налоги, что с ними происходит, какое происходит движение денег и как это все делается, тебе сложно быть богатым человеком, потому что ты не понимаешь элементарных вещей. Как выясняется, все миллиардеры, достаточно подкованные в своих сферах люди, прекрасно понимающие, что делается в фирме, каким образом зарабатываются деньги, руки не спускающиеся с процессов на своих предприятиях, доподлинно понимающие все механизмы, которые, собственно говоря, приносят деньги, по которым развиваются эти предприятия. То есть не надеются на чужие руки, уши и плечи и сами беспечно не сидят на веточке в ожидании, когда их очередной золотой ложкой подкормят и принесут им бонусы. Они сами понимают все процессы, которые переживает их предприятие. Поэтому в данном случае у вас, дорогие мои друзья, без специальных знаний, движения к богатству просто невозможно по определению. Вот вы решили стать богатым, стать мастером маникюра, к примеру. Определили себе цель, определили задачу, что необходимо для того, чтобы, например, закон специальных знаний реализовать. Вы должны представлять, как наращивать ногти, как работает масса по наращиванию ногтей, закупить свои лаки, определиться в тех навыках и достижениях, которые вам предстоит, собственно говоря, реализовываться, представить это себе, просчитать смету, определиться, попробовать это дело. И тогда только вы в результате станете мастером по маникюру, о котором мечтаете. Можете садиться за рабочий стол и зарабатывать деньги. В этом смысле у вас уже есть все. Цель, задачи, навыки, знания. И вы уже готовы к тому, чтобы выйти на новый уровень своих дополнительных заработков. Вот так это делается, дорогие мои друзья. Допустим, это вы не мастер маникюра. Вы хотите открыть парикмахерский салон. Значит, что вам для этого необходимо? Зеркало, кресло, умение стричь, в конце концов, без этих знаний, куда вы пойдете, каким мастером вы парикмахерского искусства. Вот так и получается. Любая задача, которую вы ставите, требует еще дополнительных знаний и навыков, которую вы должны освоить для того, чтобы выйти на новый уровень своих задач. Это и есть тот закон специальных знаний, который мы с вами только что изучили. Следующий закон упорства, без которого все это совершенно невозможно. О чем идет дело в этом вопросе? Ну вот вы решили, вы уже все подготовили, у вас все получилось, вы уже знаете, как делается, например, тот же самый маникюр. Вы сидите за рабочим столом, а клиентуры особо нет. Приходит то один, то другой человек, и вы начинаете потихонечку скисать и размышлять о том, что, получив по носу, вы уже не готовы ничего ожидать, у вас ничего не получилось, у вас опустились руки, вы расстроены, вы рассчитывали сразу глубоко обогатиться, а здесь вот оно так, как говорится, вас же пока никто не знает, еще сарафанное радио не сработало, что вы великий мастер, и у вас все выходит совершенно безупречно. Начинать всегда достаточно тяжело, но на этапе, когда пошло не так, как хотелось бы, многие дела свои бросают и считают, что они взялись за гуш, который им не сдался. Это самое глупое, что только можно себе представить. Закон богатства гласит, опускать руки, это последнее, что ты должен делать, если ты хочешь двигаться вперед. Неудача – это путь к успеху, это ступени к этому успеху. Так на это надо и смотреть, а не повод для того, чтобы посыпать голову пеплом и все забросить дальше, чем вы видите. Самое худшее, что можно сделать в этом случае, анализируя каждый раз неудачу, снижать собственную самооценку, делать себя виноватым в том, что произошло так или иначе, искать все время себе темные пятна и навешивать себе ярлык, у меня никогда ничего не получится. Если вы себя здесь загоните в тупик, то, соответственно, так у вас все и будет. Потому что вспоминайте первый закон богатства. Как только ты себя запрещаешь или навешиваешь ярлык, что тебе это не сдастся, так оно на самом деле и получается. Потому что мы визуализируем то, о чем думаем. Поэтому здесь надо наоборот, запастись терпением и мужественно и уверенно, смотря в завтрашний день, продолжать упорно двигаться вперед в своих делах, не давая себе возможности потерять веру в собственные силы. Не смотрите на стакан с точки зрения он наполовину пуст, а смотрите на него, как наполовину полон. Иными словами, сконцентрируйтесь на тех вещах, которые у вас удаются хорошо и постарайтесь укрупнить успех и поверьте в собственные силы в ожидании тех моментов, которые позволят вам в конце концов обрести клиентуру и выбраться из тех обстоятельств, которые вам кажутся совершенно непроходимыми, трудными, сложными. Якобы у вас ничего не получается или доход не соответствует тому, о чем вы мечтали. Ну так не все сразу, дорогие мои друзья. Через эти сложности проходят все. И люди богаче у вас, и успешнее, без трудностей, ни одно предприятие на свете не существует. Такой вот закон достижения денег, трудностей для того, чтобы вы окрепли и поверили в собственные силы, а не потеряли интерес к этому делу. Следующий закон, это закон контролирования расходов. Вы не успели еще заработать, а уже надо считать деньги и, собственно говоря, заставлять себя потратить все деньги с умом. Если у вас система такая, сколько денег в кармане не есть, все спустить до единой копейки, богатым вам не быть. По определению, так было, есть и будет. У богатого человека деньги, часть определяется в предприятии, в котором он занимается, то есть инвестиции, часть уходит на текущие расходы, часть на подушку безопасности, которую за счет накоплений этот человек имеет. У него все размерено, рассчитано и посчитано. А если у вас сколько ни завелось, все должно быть спущено, и у вас постоянно какие-то желания из-за боганки, и подушка безопасности в теоретике существует, но на практике вы так никогда ее и не сумели сделать, боюсь, что с законом богатства очередным, контролирование расходов, то есть с пунктом номер 7, вы не справляетесь. Стало быть, как бы вы ни пыжились, богатым вам не быть, потому что вы растратчик. И пока вы не измените эту систему, толку с этого не будет. Подушка безопасности это не подушка скарбинного человека, который зажал деньги и не желает потратить ни на себя, ни на окружающих. Подушка безопасности это инвестиция в ваше будущее. Если эта подушка будет расти, ваше будущее будет гораздо более интересным. Конечно, у вас существуют текущие расходы и ваши желания тоже должны быть удовлетворены для того, чтобы вам хотелось собственно жить, радоваться, трудиться и прочее. Это безусловно. Но это не должны быть последние деньги спущенные на бог знает что для того, чтобы потешить собственный организм. Пока вы не восполнили подушку безопасности и не вложили очередной куш в эту сумму удовлетворять свои желания нецелесообразно. Так что и этот пункт надо иметь в виду. Следующий пункт под названием 8 это закон честности. Это закон принципов, конечно, и если вы что-то делаете своими руками, то вам, собственно говоря, этот закон может и не потребоваться. Потому что помятуя о том, что все наши действия это бумеранг, если вы смошенничали, вы получите мошенничество по отношению к себе. Если вы кого-то обокрали, то вас обкрадут встречно. Что посеял, то и пожал. Никто, собственно говоря, эти вещи не отменял. Поэтому принципы зарабатывания денег тоже должны существовать. Нельзя опускаться на планку тех обстоятельств, которые попахуют как бы с душком, скажем так. Я повторяться не буду. Надо быть честным по отношению к себе и окружающим, если хочешь, чтобы они точно так же относились к тебе. Надо быть нравственным, не позволять потерять уважение к самому себе и выбирая способы обогащения за человеческие принципы не заступать. Потому что в данном случае, напоминаю, это система бумеранга. Получите все в полном объеме еще и с дополнительными осложнениями. Следующий, девятый пункт, это закон веры. Еще одна система бумеранга. Страх потерять успех, это уже заведомый крах, хотите вы того или нет. Потому что то, чего мы больше всего боимся, то с нами случается. Вопрос только в том, что страху надо противостоять. Верьте в успех и успех сам автоматически приложится к вам. Ведь вы стараетесь, вы трудитесь, вы что-то делаете, вы всю душу в это вкладываете и визуализируете в процессе этой работы прежде всего, ой, не то, что а вдруг у меня клиенты закончатся и все прахом пойдет и у меня ничего не выйдет и я опять буду нищенствовать и так далее. Если думать об этом, то поверьте мне, так оно и получится. А если с удовольствием клиенты ко мне идут, я знаю, что я делаю все совершенно безупречно, я поднимаю свое мастерство, я каждый день думаю над тем, как это делать лучше, 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 и соответственно люди это видят, знают, и они соответственно ко мне идут и ко мне записываются, у меня все получится. И вот так работает в принципе закон веры, о котором мы сейчас только говорим. Мы думаем о хорошем, зацикливаемся на тех моментах, которые у нас удаются, ободряем себя и двигаемся вперед. и все это на подкорке, на уровне подсознания работает, но тем не менее без этого дело совершенно не пойдет. Пример я вам только что привела. Ну и десятый закон это закон благотворительности. Изобилие, которое мы получаем, мы получаем за счет людей, за счет того, что они покупают наши услуги, обращаются к ним за нашими талантами, востребуют от нас наши навыки. Соответственно, только благодаря людям у нас появляются те средства, ради которых мы, собственно говоря, затеяли разговор о десяти пунктах богатства. Так или иначе, наши услуги покупают и, соответственно, в этом находится залог нашего благосостояния. Но и мы, в свою очередь, должны проявлять заботу и внимание к тем, кто менее нас успешен, кто менее нас может заработать, люди, например, обездоленные, люди с потревоженным здоровьем, пожилые люди, которые находятся в одиночестве и так далее. Наша щедрость должна располагаться и на них в том числе, потому что это система взаимообмена. Если ты поселил добро, добро всенепременно вернется к тебе. Это так называемое понятие десятины. 10% от своих прибылей положено отдавать на благие дела, на вопросы благотворительности. это известный старинный способ привлекать деньги. Кажется, в чем привлечение, ты своей рукой отдаешь эти деньги, но ты иными словами отдаешь просто денежный магнит, который не только вернет тебе те средства, которые ты потратил на благие дела, но еще друзей с собой пригласит. Так что в данном случае так жили наши предки, куда побогаче нас, так и нам завещено жить, это один из законов богатства. Если у тебя жила дрожит, если ты алчен, если ты не можешь остаться сломанной копейкой, боюсь с ней ты только и останешься. Купцы в былые времена говорили, что отдай 10% от своей прибыли и твой кошелек никогда не оскудеет. Так что в данном случае мы на этой ноте заканчиваем путешествие по 10 законам богатства и лишний раз к концу этой беседы понимаем, что это касается всех нас. Если мы хотим быть успешными, способы есть. Без нашего усердия, конечно, здесь ничего невозможно, и это все останется только благими пожеланиями, отпущенными в эфир, но на самом деле я вам могу сказать, что богатым и успешным может быть каждый, если есть упорство, вера в собственные силы, если есть желание, если ты готов учиться, продвигаться, развиваться, для тебя ничего невозможного нет. Главное только пожелать. Ну а если ты ленив до невозможности и готов только в иллюзиях быть богатым, что ж, пребывай в своем счастливом розовом облаке, где у тебя все хорошо и, что ты не хочешь возвращаться к реалиям жизни, где у тебя все исключительно не так. Но это уже психологические особенности нашего организма. Иногда действительно заставить себя что-то сделать для самого себя достаточно сложно. Но видно еще жареный петушок не клюнул. Как клюнет дорогие мои друзья начнем шевелиться и заставляет себя двигаться к богатству. Впрочем, пути как к нему идти мы только что наметили. А с вами была Елена. КОНЕЦ